Под красными знаменами сквозь клубы пара на станцию Кимовск прибыл революционный десант. Агитация, листовки и призывы бить контру и давить белых. Вместо Ленина на броневике неизвестный комиссар на паровозе и его товарищи. История оживает на обновленном перроне станции. Ее открыли после масштабной реставрации. Теперь здесь не просто вокзал, а музей, посвященный столетию Октябрьской революции. Тема выбрана не случайно. Сам Кимовск получил свое название в честь коммунистического интернационала молодежи. Сколько раз эта станция переходила из рук красных к белым и обратно, точно не знает никто. Они пытались установить свой порядок на станции Епифань. Зачинщиком был сын аптекаря Твитцова, белогвардейский офицер. А помогали ему зажиточные крестьяне и кулаки. В честь открытия станции музея из Подмосковья в Кимовск своим ходом приехал паровоз серии «Э». Это самая массовая железнодорожная техника начала прошлого века. Сейчас в России на ходу не более полусотни таких машин. Этот паровоз встал на рельсы еще в 1929 году. До сих пор на перегонах возят легкие железнодорожные составы, помогает в транспортировке путейцев. Но главная его функция сейчас – это туристические железнодорожные прогулки. Ехать может на всем, что горит – угле, травах, нефти. За паровозом надо ходить, как за ребенком. Там подтекает, надо ключом подкрутить, тут прокладку поменять, так, так, так. Едешь с поездом, его надо чувствовать. Хороший машинист, он слышит паровоз по трубе. Вот как идет выхлоп из трубы отработанного пара. И слушай, так как здесь можно немножечко реверс отпустить, можно пар поэкономить, закрыть регулятор, открыть, чувствовать поезд. Это очень сложно. Станция Кимовск, а тогда Епифань, была открыта еще в 1874 году. Есть здесь и свидетель тех событий. Вместе с окончанием работ во второй половине 19 века железнодорожники посадили эту липу. Об остальных событиях напоминает экспозиция в здании вокзала. Хронология революционных лет, макет первой станции и галоши с бочкой сельди. Такой была первая гуманитарная помощь жителям Епифания от Губпродкома. В ноябре 1918-го 80 бочек соленой рыбы и 1996 пар галош. На реставрацию всего комплекса ушло почти пять месяцев. Это отреставриновый вокзал, измененная инфраструктура, приведенная в порядок платформы, привокзальная площадь. Действительно, это открывается новый туристический маршрут, который, я уверен, привлечет максимальное количество туристов и тех, кто будет приезжать в эти города и на тульскую землю. В год 180-летия железных дорог России вокзал в Кимовске стал 12-й станцией-музеем в Тульской области. Больше такого нет ни в одном другом регионе страны. Уже 11 ноября к списку прибавится еще одна историческая станция. Ее откроют в Мордвесе. Максим Черепанов, Дмитрий Бочаров, Роман Цюкин, Первый Тульский.